Сегодня вновь у меня в гостях наш уже эксперт Василий Блокин-Мечталин, директор крупнейшей агрофирмы. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте, Виталий. Мы уже успели в прошлых программах поговорить о гибридах, очень интересных, на мой взгляд, томатов. Сегодня хотелось бы поговорить о сортах, тем более, что вы с такой внушительной коллекцией приехали. Скорее рассказывайте. Да, Виталий, конечно, сортами мы тоже стали заниматься. Честно говоря, я был немножечко против того, чтобы добавлять в линейку нашей агрофирмы сортовые томаты, потому что все-таки, дорогие телезрители, вы должны понимать, что сорт, как правило, немного менее устойчив к основному комплексу заболеваний, чем к гибридам. Да, зачастую даже более неустойчив к заболеваниям. Но что бы я хотел отметить? Конечно, есть замечательные сорта, которые нельзя пройти стороной. И наши уважаемые овощеводы, дачники, у которых, как правило, шесть соток, участочек, тепличка стоит, поликарбонатная, стандартная, где мы все с вами любим выращивать наши замечательные овощи, такие как томаты. Ну, и, конечно, хотелось бы сорта. Ну, например, есть очень интересные сорта, которые просто нельзя пройти мимо. Вот, Виталий, не прошел мимо одного из сортов. В этом сезоне, да, я уже просто действительно не мог пройти мимо. Мне очень нравится выращивать ребристые томаты, да и многим дачникам это тоже стало популярно. И хочу сказать, что сортов до сегодняшнего момента было крайне мало. То есть приходилось их искать, выискивать. Это были в основном иностранные сорта. И в этом сезоне я вот купил в магазине сорт «Нина». Просто посмотрите, какое очарование, какой красивый мясистый томат. Пожалуй, это один из самых необычных томатов в нашей линейке, в линейке нашей агрофирмы, который действительно имеет повышенную ребристость. Такие вот щечки у нас еще агроном очень любят их называть щечками. Но эти щечки настолько частые, они настолько большие, что томат смотрится очень уникально, особенно на разрезе. При этом незабываемый вкус. Это еще и биф-томат. Запах просто настоящего томата, биф. Кстати, Виталий, а вы знаете, почему биф-томат называется биф-томат? Почему? Потому что была задача в Америке, если я не ошибаюсь, сделать на котлету для гамбургера, котлета для гамбургера же большая, сделать такой же большой томат, чтобы его разрезать и положить на эту котлету, чтобы не надо было 3 или 4 томатика класть. Именно поэтому плоды сорта «Нина» могут достигать размерами более 700 грамм. Теперь уже точно я составил план себе на будущий дачный сезон, и в этот план я включаю сорт «Нина». Виталий, у нас есть еще интересный сорт, который называется «Бабушкина». Я думаю, многие овощеводы его знают, он уже полюбившийся, он известный. Это крупноплодный сорт, очень крупноплодный. Я срывал плоды массой более килограмм. Ничего себе! И он мясистый. Производство таких сортов очень трудное, потому что очень мало семян. Маленькие семенные камеры практически нет. И примером тому, про то, что действительно мало семян в разрезе томата «Бабушкина», является видео, которое сейчас появится у вас на экранах. Да, Виталий? Я только за. Дорогие друзья, я его еще не снимал, но судя вот по вот таким плодам, вот по такой нагруженности, просто нереальной загруженности растения, у меня других уже даже не находится слов, я думаю, этот сорт будет занимать достойное место на ваших огородах, если вы хотите выращивать по-настоящему крупноплодные, огромные гиганты. Попробуем с вами снять этого красавчика-гиганта. Ох ты, ну, дорогие овощеводы, это очень крупный томат, вес его, я вас просто уверяю, не меньше килограмма. Вы посмотрите, что происходит, дорогие овощеводы. Кисти не выдерживают, я сейчас вам покажу. Кисти просто не выдерживают эти плоды. Вы посмотрите сюда, вот только что при нас оторвалась кисть, упала. Здесь, ну, здесь реально много. Вот здесь вот больше килограмма, это факт, здесь килограмма два. Очень крупные плоды. О-о-о, ребята, вы когда-нибудь такое видели? Он сладкий, просто сахарный, дорогие друзья. Это очень сладкие, вкусные плоды настоящего гиганта, просто супер биф томаты. Пожалуйста, выращивайте 4 растения на квадратный метр в теплице, подвязывайте к шпалере крепкой, потому что ее может просто оторвать. И я уверен, что вам этот сок очень понравится. И через 100-110 дней вы реально будете уже вот с таким урожаем. Василий, потрясающий томат, потрясающий урожай, но о вкусовых качествах не могу судить. Поверю, наверное, вам на слово. И тоже попробую в следующем сезоне вырастить этот томат. Но хочу сказать, что по-прежнему, наверное, одни из самых послемалиновых томат идут по популярности томаты оранжевые. Чем можете удивить, так скажем? Томат Амана Оранж. Это уникальный томат тем, что мне он очень нравится в разрезе. Так, он крупный. Сколько масса в среднем? Масса в среднем 400-450 грамм при формировании в один стебель. Если вы будете формировать в два стебля, то тогда, конечно, урожайность будет побольше, но плоды будут немного поменьше. И опять же, все зависит от условия выращивания, потому что это сорт, он не будет таким же выровненным, как гибрид. Плоды могут прыгать и 450 грамм, и 500 грамм. Но это, скажем, сорт для дачника, для садовода-любителя. Так, скажите, пожалуйста, есть ли видео? Очень хотелось бы посмотреть на этот. Видео, конечно, есть. Я предлагаю как раз к нему сейчас и перейти. Вот такой оранжевый, очень интересной формы, приплюснутый, цвет довольно-таки насыщенный. И, вы знаете, я, конечно, понимаю, за что его любят овощеводы нашей замечательной, великолепной страны. Конечно, за его вкусовые качества. Он очень вкусный. Да и вес плода, честно говоря, тоже внушает доверие, потому что вот этот плод весит более 300 грамм. И это далеко не единственный показательный плод. Есть и покрупнее. В разрезе он вас тоже очень приятно удивит, потому что это то мясо, как мы привыкли называть. Посмотрите, какой цвет. Ну, вот его можно влюбиться за разрез, правда? Вот амана оранж, по-другому не скажешь. Запах прям очень вкусный запах. Сейчас я попробую его на вкус повторно, потому что я как-то пробовал уже. Ну, понятно. Здесь бесспорно сладко и в меру с кислинкой. Это вкус настоящего сахарного сорта. Виталий, я прям как сейчас побывал на опытной площадке. Честно говоря, уже соскучился. На дворе это зима. Мне не терпится побывать на вашей опытной площадке. Поэтому, если пригласите, я с удовольствием приеду летом. И, собственно говоря, увижу это все вживую вместе со съемочной группой. Я обязательно приглашу. Линейка сортов достаточно большая. Мы оставили на сладкое, так скажем, интригу. Поэтому в следующей программе мы расскажем про два супер уникальных сорта томата. Не пропустите нашу программу. До новых встреч. Вкусные, урожайные, неприхотливые томаты от агрофирмы Партнер созданы специально для российских условий. Заказать семена можно на сайте Семена Партнер, а также в садовых магазинах вашего города.